Приветствую друзья. О наушниках компании Мундроп мы говорили уже неоднократно и всегда это были решения самого высокого качества. Впрочем сегодня речь пойдет о не совсем обычной модели. С одной стороны Мэй это классические проводные наушники со сменным кабелем, а с другой кабель, что нам приложили в комплект имеет не аналоговый, а цифровой Type-C джек. То есть у него уже встроили ЦАП и по заверению производителя довольно гибкий DSP модуль. А следовательно мы вообще никак не ограничены ни в плане настройки АЧХ, ни по способам их подключения к различным внешним девайсам. И это я еще молчу о гибридной схеме излучателей из покрытого сапфиром 10-ти миллиметрового динамика и полноценного 6-ти миллиметрового планара. Интересно, да не то слово. Собственно о них сегодня и говорим. Поехали. Пришли наушники в просто огромной коробке с рисованной девочкой, объединенными в один график настройками АЧХ, это привета DSP модуля, а также перечнем их технических характеристик. В принципе, если вы планируете использовать модель только как она есть, то из всей этой информации вам пригодится лишь разброс по частотам. А вот если думаете слушать и со сторонним кабелем тоже, то обратите внимание на импеданс равный 30 Ом и чувствительность в 120 дБ. В комплект нам положили макулатуру, плотный круглый бокс из кожзаменителя, а также набор силиконовых амбушюр самого базового качества. Они прямо еле натягиваются на звуковод. Зато кабель выглядит дорого. Он гибкий витой, с Type-C джеком и вилочками 0.78 мм для подключения наушников. По его сопротивлению ничего сказать не могу, однако установленный внутри чип имеет разрешение до 32 бит, 384 кГц и вот уж сюрприз поддерживает BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. То есть, как говорится, полный фарш. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного матового пластика, с двумя отверстиями для компенсации, специальным бортиком для удержания амбушюр и интересно так оформленной внешней частью. Судя по всему, это металлическая вставка с изображенным на ней клевером. Смотрится это дорого, сидят они удобно, да и изоляция тут на уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. Напомню, что внутри, помимо 10мм динамика с сапфировой диафрагмой, трудится еще и 6мм планарный излучатель. Все это, естественно, завязано на двухслойный кроссовер и подвергается обработке DSP-модулем, который, в свою очередь, имеет собственную память и при помощи фирменного приложения позволяет просто невероятно гибко настраивать кривую АЧХ. В предустановках я нашел параметр Reference, он же кривая диффузного поля или WDSF, Harman и целую кучу вариантов, относящихся к другим, как правило, очень дорогим наушникам. Хотите настройку Solis 2 за 350 тысяч рублей? Да пожалуйста. То есть, ну просто рай для меломана. Впрочем, тут скрыт недостаток совсем иного плана. Непонятно, как их собственно измерять. Любопытно, что стандартная настройка в стоке довольно сильно отличается от того, что я получил с обычным аналоговым кабелем на референсном источнике. То есть, звук здесь всегда подвергается обработке. Немного подумав, я подсоединил к наушникам кабель Kinera Ace и сделал все так, как измеряю обычно. В результате у нас стандартный по скорости затухания и импульс. Незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,12%. Что, честно говоря, просто фантастика. Причем даже DSP эти значения особо не портят. Фаза ведет себя естественно, а возмущения на 30 и 60 дБ практически отсутствуют. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с естественным таким заходом на середину. Аналогичные амплитуды, выделение области разборчивости и легкий пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 13 и 16 кГц нам возвращают звук в воздух и слегка подчеркивают верха. Все это еще раз напомню возможности самих наушников без встроенного DSP модуля. При помощи квалайзера же здесь можно выбрать или собственноручно накрутить абсолютно любую кривую, в том числе и соответствующую флагманским решениям компании. Я вставлю сюда соответствующие графики. То есть, если АЧХ для вас это прямо альфа и омега, то мы настоящий клондайк. Другие наушники вам просто не нужны. На служен, как это обычно бывает, все не так радужно. Причем сами то наушники просто потрясающие, с высочайшей динамикой, отличным разрешением, масштабом, атакой и естественно разделением инструментов. Но встроенный в кабель ЦАП все серьезно так смазывает, делая из наушников с огромным потенциалом решение, так сказать, на свои деньги. Да, я оценил возможность из Мэй сделать Solis 2 и это реально очень круто на слух, однако бюджетность чипа торчит, так сказать, изо всех щелей. Поэтому, если кроме АЧХ вам ничего от звука не нужно, то используйте Мэй как они есть. Я же со сторонним кабелем выжимал из них намного, просто феноменально больше. Хотя и с не такой крутой настройкой, как у Solis 2 или, скажем, Blessing 3. Хотя ничего не мешает докупить еще обычный аналоговый кабель и использовать героев обзора во всех возможных вариациях. Лично я именно так и поступил. С кабелем Kinera Ace я просто заслушивался и чуть ли не проваливался в оттенки и текстуры звука, настолько все подробно и чисто прорисовано. А с тем, что положили в комплект, игрался с эквалайзером и пользовался, когда хотелось звук пожирнее и помягче. Но прямо-таки чудес от Мэй ждать не стоит. Это действительно сильная в своем сегменте модель, способная потягаться с чем-то, наверное, в полтора раза дороже. Однако не более того. Акустической массы тут не сказать, что много. Отчего тембры хоть и потрясающе прорисованы, но недостаточно живые и объемные. Передача сцену в глубину тоже, хотя и ощущается, но словно оркестр попросили сесть как можно ближе друг к другу. То есть без должного размаха. А вот относительно баланса частот, согласованности драйверов, техничности, выразительности и так называемой мелодики, ничего плохого о них сказать не могу. Все выполнено на очень высоком уровне. Напор, драйв, скорость – все это точно про Мэй. Я бы даже поставил их на одну ступеньку выше ныне популярных Ария от этого же бренда. И КВАШ-300, Эпстарен Уан или Си Си Рэпсиди им точно не конкуренты. Хотя последние что-то похожее тоже пытаются показать. Однако не того поля ягода. Мэй в значительной степени взрослее, прозрачнее и съемно выраженной мелодической составляющей. Отчего их звучание буквально затягивает. Рэпсиди же – это классический нейтральный сухарь. Хотя и, будем справедливы, неплохо приготовленный. То есть эмоции от них совершенно разного уровня. За свои деньги Мэй – это какое-то волшебство. Я бы их поставил рядом с Celeste Plutus Best. Хотя они совершенно разные по подаче. Магнетичные глубокие Plutus Best и не менее музыкальные, но просто сверх техничные герои обзора. Разбирая по частотам – здесь чуть ли не идеальный по степени прорисовки бас. Отличные атаки, разрешение. Очень выразительная, четкая и при этом музыкальная серединка и чистые в меру комфортные верха. Их слышно, но они особо не беспокоят и не приносят звук. Никаких артефактов. Что сказать, настройка разрешения тут действительно феноменальные. Не сильно опытному меломану это прямо мед в уши. Я же вполне ощущаю их некоторую ограниченность и, так сказать, бюджетность. Да, это очень достойное решение, если использовать со сторонним кабелем или богатая на возможности игрушка в стоке. Удобно тем, чтобы больше не зависеть от 3,5 мм разъема, хотя они не особо требовательны по раскачке. По стилистике, на мой взгляд, тоже они вполне универсальны. Согласен, размаха в глубину тут почти не чувствуется, но сцена хотя бы есть. По памяти это что-то около ката, может немного попроще. Классно, но в объективном смысле это типичный представитель своего сегмента. Идеально для всего агрессивного и скоростного. А вот оркестр в них послушать можно лишь с некоторыми оговорками. В сухом остатке Mundrup Mei отлично сидят. Очень здорово выглядят. С просто потрясающей настройкой АЧХ, а также возможностями для ее гибкой коррекции. Накрутить в них тот же звук, что и в дорогущих Solis 2 или Blessing 3 дело всего одного тапа в экран. По характеру же, если говорить о использовании с обычным аналоговым кабелем, они способны не просто порадовать, а скорее удивить своим уровнем прорисовки, балансом, скоростью атак, разделением инструментов и, так сказать, общей четкостью музыкального полотна. Звук в них реально чуть ли не родниковой прозрачности. Однако при этом им слегка недостает телесности, чуть-чуть пробивается яркость, тембры без свойственного им жирка и объема, немного сжатое на слух пространство сцены в глубину и слишком уж вылизанные прямо-таки дотошно точные образы. В жизни, как вы знаете, такого не бывает. Хотя и признаю, это очень эффектно. Если же использовать наушники как они и есть, то есть со стоковым кабелем, то звук становится куда проще и грубее, а от проводного величия не остается и следа. Зато АЧХ можно накрутить какую хочешь. Зашить бы в него эдакое подобие Dawn Pro или Moonriver, вот тогда это был бы серьезный уровень. А так больше игрушка для больших опытных меломанов и настоящее откровение для свидетелей правильной настройки АЧХ. С обычным аналоговым кабелем, еще раз повторю, они способны на много больше. А на этом у меня все. Это были наушники MoondropMay. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!